Продолжаем наш эфир. В нашей студии по-прежнему Татьяна Демьяненко, представитель туроператора Ньюз Тревел. Мы закончили свой рассказ про великолепную Черногорию, переходим к не менее великолепной Хорватии. Татьяна, вам слово. Завлеките нас теперь в эту страну. Так, и, конечно, рассказываем про Хорватию. Страна также очень великолепна, есть также свои особенности. И свои интересные какие-то изюминки. То, что сначала для туристов стоит бы обратить внимание, валюта и виза. Виза особенно интересная вопрос. Ну, исходя из слов валюта и виза, сразу понятно, что есть и другая валюта, и виза. Вот, да. Валюта у нас куна. Она равна где-то приблизительно 7,5 кун к 1 евро. И виза. Визу необходимо открывать. Открывается на где-то около 5 рабочих дней. По документам это не шенген, это национальная виза. Поэтому документы там простые. Это фотография, паспорт, анкета. Ну, даже за деньги. За деньги. Ну, и то, когда взрослых. Пенсионеры не оплачивают, студенты до 18 лет дети не оплачивают, студенты стационара до 21 не оплачиваются. Ну, в принципе, правила шенгена, да? Да, да, в этом плане правила шенгена. А, и, конечно же, у тех, у кого есть мультишенген, они могут посещать страну без оформления визы. То есть, если у вас мультик, милости просим без визы. Если бы у нас был мультик, мы бы уже здесь не сидели, а по нашей акции Агент 007 уже куда-то полетели. Так, и по поводу особенностей, да, опять-таки, пляжи очень чистые, прибрежная полоса, красивая прозрачная водичка. Опять-таки, да, награждены точно так же голубым флагом ЮНЕСКО. То, что мы уже говорили про Черногорию, точно так же и здесь. Чистейший воздух, который наполнен ароматами моря, хвои, да, вот эти вот запахи неимоверные. Отдыха, конечно. Так же, та же немножко кухня, да, вот в чём-то эти страны очень похожи, действительно, расположены на том же море. История у них во многом, да, как бы пересекается, ну, потому что страны соседи. Тут как бы никак, мы тоже с вашими странами соседями тоже во многом в чём-то пересекаемся, и культурная, и кухня, да. Тоже есть очень вкусное и вино, те же красивые мужчины, тоже там есть для тех же девушек, которые за... не только за отдыхом едут. И, конечно же, доброжелательные люди, которые настроены к отдыхающим положительно и готовы помочь. По поводу регионов, мы выделяем основные регионы, такие как Истрия, это на севере, да, полуостров Истрия. Далее северная Далмация, средняя Далмация и южная. Если вы летите в Истрию, вы прилетаете в Пулу. Если вы летите в среднюю Далмацию, это у нас прилёт в Сплит. И если в южную Далмацию, в этом году у нас прилёт в Тиват в Черногорию. В Дубровник мы не летаем. Мы летаем в Дубровник. Прилёт в Тиват и, соответственно, потом трансфер, где-то полтора-два часа, трансфер до Хорватии. Поэтому, в принципе, трансфер там довольно-таки быстро проходит, не устают люди. Точно так же, если летаем на Пулу, это только из Киева, только 7-14 ночей. Если Сплит, тоже только из Киева, 7-14 ночей. Соответственно, есть Тиват, это все регионы, которые у нас были доступны из Черногории, да, то есть Харьков, Киев, Львов, Днепропетровск, Одесса и та же частота полёта. Тоже Роза Ветров или же в Пулу, там, Мау, ну, у них там совместный рейс. Тот же Аэробус 320, большой самолёт. Большой. Если брать Истрию, очень интересный регион, и во многом благодаря тому, что он расположен недалеко от Италии, чувствуется влияние, то есть некоторое время эта территория относилась к Римской империи, в связи с этим она наложила опечаток и на кухню, и на поведение немного людей, да. В Пуле есть по подобию Колизея в Риме, точно такой же, он третий по величине после Римского в Пуле. А второй такой? Ари... 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 Я, к сожалению, не расскажу. А какой интересный... В Италии точно. Второй в Италии тоже? Да. Может, где Помпеи, там? Вот, кстати, надо уточнить, интересно стало как-то. Я подумала, что где-нибудь севернее, может быть, там, где Милан, где-то вот там вот. Верона, у них же тоже есть севернее. Верона-то возле Венеции, а Милан-то возле Франции. Мне кажется, вот как раз... Ну, это другая тема, другая. Так вот, действительно, чувствуется это влияние и на кухню, и на кухню даже в целом. Не только на кухню одной только Истрии, да, в принципе, и в Средней Заламации, и в Южной точно так же есть это влияние. Очень красивые также города, Ровень, Пула, Порич. Есть часть старого города, да, где старые идут какие-то замки, дворцы. Есть где погулять, побродить по улицам. Очень интересно, очень красивая природа. Есть и заповедники, и, например, там удивительный парк Бриони, да. Это где-то около 22, если я не ошибаюсь, островов, которые расположены недалеко. И на этих островах практически нету поселений. Есть там несколько, на самом большом, несколько отелей. И то, как правило, там нету автомобилей, соответственно. То есть экологически чистая, нетронутая. Да, да, да. Есть ещё такие места. Есть такие ещё места, да. Если брать Ровень, то здесь, в принципе, мы можем предлагать много отелей. Я бы хотела выделить пятёрочку Lone Hotel Rовень. Очень высокого уровня. Красивый новый отель с хорошим сервисом. До пляжа где-то около 200 метров. И расположен в парке, который называется Златний Рад. В переводе означает Золотой Рог. Ну, в принципе, Золотой я поняла, а вот второе слово не очень. То есть хорватский язык, да? Хорватский. Он что-то с черногорским чем-то тоже похож. Мы можем, да, что-то понять? Да. Ну, как приятно. И далее известный отель, кстати, Istra Red Island. Чем он известен? Он расположен недалеко от Ровеня на острове Святого Андрея. Соответственно, вы рядом и с Ровенем, с городом, где есть инфраструктура, но вы на острове. Так и романтично, и уютно. Опять же, таки молодожёным, да. И для отдыха и с детками тоже. Там, в принципе, хороший галечный пляж. Есть катер до Ровеня, конечно же. Если вас туда привезли, вы не думаете, что вы там неделю будете сидеть. И зароли, да? Катер приедет через неделю, привезёт новых туристов. Да, и заберёт вас, и отвезёт на трансфер. Нет, есть катер до Ровеня, он бесплатный. И время там очень часто, он что-то около, по-моему, каждые 15 минут ходит. Поэтому без проблем можете добираться. Очень хорошего тоже уровня отель. Пользуется у нас популярностью. И, опять-таки, есть разные номера. Есть номера также и фэмили. Поэтому можно предложить для тех, кто там уже 2 плюс 2, да, там 2 взрослых, 2 ребёнка. Далее перейдём к Поричу. Опять же, таки, красота. Красота. Природа, неимоверная. Море. Очень-очень красиво. Кстати, очень пользуется популярностью там велопрогулки, да? Прокат велосипедов на каждом углу. Это не проблема. Мопеды никто не берёт, там всякие мотоциклы нет. Велосипеды. Ну да, загрязняет окружающую среду. И по набережной, на велосипеде. Замечательно. Можно составлять себе маршруты. У всех сейчас современные телефоны, где есть карты. Мы могли себе там составить предварительно маршрут. Сегодня мы едем там от такого-то городка до такого-то городка. На руку одел счётчик калорий, да? Такой весь подготовленный. Да, да. И это же с пользой для здоровья. Ну, только одно. Колени страдают. А так всё хорошо. Главное не падать. Тогда колени не будут страдать. В Поричи тоже есть очень много отелей. Я бы хотела остановиться на лагуне Альбатрос. Почему? Потому что она работает на всё включено. То, что у нас тоже любят наши туристы, в принципе, да? Привыкшие к отдыху в турецких и египетских отелях. Тоже первая береговая линия. Очень хорошего уровня. Отель с красивой вокруг природой. Хотела бы обратить внимание, что пляжи, как правило, в Истрии, это платформа. Есть иногда участки галечного пляжа. Платформа бетонная. Да. То есть идёт лестница для спуска в море. Но есть некоторые пляжи, некоторые отели, которые имеют небольшой участок галечного пляжа. Но всё равно, как правило, требуются специальные тапочки, потому что в Истрии чаще встречаются ежи. То, что в Черногории я ни разу не видела, и на Средней Далмации тоже я ни разу не видела, в Истрии встречаются чаще. Возможно, потому что действительно дно более каменистое, более холодное. Ну что, приятно, ёжички. Ну, не совсем приятно. Укололи у вас, да. Есть также хорошая троечка лагуны Медитерана. Она в прошлом году прошла реновацию. Недорогая. Ремонт. Ремонт. Недорогая и очень даже такая хорошая для молодёжного отдыха. Хочу сказать, что Истрия, её нельзя рекомендовать, например, для тех, кто хочет какой-то тусовки всю ночь. Там такого нет. То есть дискотеки, это не тот вариант немного. Возможно, там как бы есть, но это не такой массовый, да, как бы, как сравнивать с той же Будвой, там, или там с какими-то ещё другими. Диджей типа Армина Банбюрена туда не приезжает. Да, да. Хотя там проходят и на фестивале музыки. В принципе, мы периодически, если проходят какие-то фестивали, мы делаем рассылки в нашем сайте, чтобы туристы могли ознакомиться, да, что там есть какие-то фестивали. Вот здесь фестиваль недалеко в городочке Фажана. Это недалеко от Порича. Вот, соответственно, если туристов интересуют, мы, конечно же, можем помочь им. Но фестивали чаще национальной музыки, да? Нет. Нет? Международной музыки. Международной, да? Да. Совместите приятное с полезным. Да, кто любит фестивали музыкальные. И далее перейдём к средней Далмации, а именно сейчас сначала к северной, к курорту Шибеник, где у нас расположены очень популярные среди семейного отдыха сети отелей Солярис. На одной большой территории расположены 5 отелей, которые предлагают очень богатую вокруг отеля инфраструктуру в плане отдыха для детей и не только. То есть там есть и теннисные корты, и футбольные мини-поля, и ходит паровозик по территории, есть аквапарк, есть детские площадки, есть залматинское село, то есть там таверны в национальном стиле. Есть разные и мини-гольф, и там стрельба из лука, ну, то есть там такой городок, 5 отелей, да, большая пляжная полоса. Есть небольшая лагуна, где там стоят котирочки, ну, очень интересно, и при том, что некоторые отели расположены больше для отдыха и для семейного, и для, можно и вдвоём, но есть, например, два, один отель, который мы выделяем всегда, это отель Андреа Солярис, вот карта, да, комплекса. То есть он очень такой большой по всей территории, где бы они не жили в Гулянии. Ну, питаться, конечно же, только, ну, питаться у себя, но там аквапарк, там мини-поле, там теннис, да, то есть вся эта территория для них. Это очень классно. Недалеко город Шибеник, где, кстати, тоже очень интересная экскурсионная есть программа по старому городу, то есть можно здесь уже не заказывать экскурсию в Соломо, да, там как бы съездить, погулять, то есть, как видите, и, соответственно, много пляжей, разные лагуны, есть небольшой участок там, где вот насыпают, скажем так, территория как детского пляжа, там насыпают песочек, но, понятное дело, что он со временем смывается, да, Ну, его снова насыпают, да, Ну, его в начале сезона насыпают, и всё, до конца сезона он так и остаётся. В конце сезона это взрослый пляж. Соответственно, ну, вот видите, да, как бы для детей, то есть какие-то там горки, какие-то развлечения, То есть у детей там глаза разбегаются, и с тем же это всё как бы зелень рядом, всё это... И всё на территории отеля, в принципе, очень удобно, конечно. Ну, вот пляжи. Пляж огромный. Это только один из. Это один из? Да. Ого, а сколько ж людей тогда в этой пятикомплексной гостинице, так сказать? Это вот Далматинское село, сейчас мы подойдём к описанию отеля. Ой, красота какая. И пиратский корабль там есть. Ну, это мини-город. Это мини-мини, ну, не Будва, но мини-город однозначно. То есть, соответственно, возле каждого отеля бассейн есть. Да, это хороший выбор для того, кто хочет. Очень много там различных и пиццерий, да, и ресторанчики, кафе. То есть, соответственно, питание в отелях вы выбираете там или завтрак, или завтрак ужин, но на территории очень много дополнительных мест, где вы можете покушать. Так, в принципе, за 8 дней ты пока всё обойдёшь, то, наверное, каждый день будешь в разном питаться. Ой, ну вообще пиратские корабли. Ну, детям, конечно, благодать однозначно. Ну, теннисные курты. Это Солярис, да? Да. Всё, надо обратить внимание. Вот один из них, это Иван Солярис. Он в этом году прошёл прекрасный уже ремонт, буду говорить. Очень красивые номера в современном стиле, полностью отель, весь и ресепшн, и ресторан. Полностью весь отель сделали в нём реновацию. Ну, как видите, вот в Иване 372 номера. Да, то есть, в принципе, приблизительно где-то все отели вот такое же количество номеров. Ну, это, конечно, не тысяча, но, я так понимаю, для сравнения в 27 номеров 372 – это комплекс прям. Да, ну, поэтому там и очень много, действительно, и пляжей, и бассейнов возле каждого. То есть, туристы не так, что они там все вместе в один пляж или же на один бассейн, да? Как бы, в принципе, они друг другу там не мешают. Таня, вот хотела спросить название. Вот отель Иван, ну, честно, говорит о том, что хозяина зовут Иван, нет? А этот Иван, там же также есть Нико. Ну, то есть, Ника, Иван, всё-таки есть, да? И Андрия, возможно, это три сына и дочь? Мне кажется, да, потому что... И Яков, и Яков ещё забыла. Очень часто вот в названии имя прям как-то удивляет. Ну, у нас тоже очень много таких названий, ну... Не, ну да, Вилла Ксения, да, 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 он такой... Просто так интересно, отель Иван, такой отель-мужчина, да, такой Иван. И вот Андрия Солярис, который вот как раз для деток, да, потому что его полностью, особенно фасад сделан там в каком-то там осьминожке, какие-то деревья, какие-то водоросли там, то есть полностью он сделан в таком вот интересном стиле, и как раз здесь всё уже для гостей, то есть здесь для гостей, для деток имеется. Это у них VIP-гости, дети. Здесь в основном та, которая есть анимация, она и инфраструктура для детей, она расположена ближе к этому отелю. Но других, опять же-таки, ходят, да? Ну, конечно, да. Отлично, это не проблема. Просто те, кто живут, например, в Ника, которые хотят больше тишины, то аквапарк будет ближе к Андрии, а Ника, вот я сейчас вернусь просто на карту. Мы тихонечко живём у себя в Ника, да? Хочу вернуться на карту, показать карту. Да, то есть... Мышкой можно показывать, и нам будет видно, где у нас находится аквапарк. Вот у нас Ника, вот у нас Юра, Иван, Андрия и Яков. Вот аквапарк. Ой, ну его так очень разумно расположили, действительно, он... Никому не мешает. Пиратский корабль, это на берегу, да, прям стоит? Я так понимаю. 30, это у нас вот Далматинское село. Ага, его в центр, там, получается, есть рестораны, да, в нём? В селе или нет? Да, да. Ну и не только там, есть и в других ещё местах. И 33, сейчас бы найти только на карте, а вот пиратский корабль у нас. Да, 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 я же говорю, прям вот расположен, так очень удобно. Эта карта у нас есть, кстати, на сайте в описании данных отелей. Туристы могут пройти, посмотреть, там, действительно, как всё расположено. И вот, действительно, та инфраструктура, которая для детей, да, она ближе расположена к Андре, и, соответственно, туристы, которые проживают в Иване, Левнике, им это не будет мешать. Им это не будет мешать, как бы, если они там не захотят, чтобы рядом был аквапарк. Нет, ну это очень-очень разумно, на самом деле. Да, и, кстати, очень пользуюсь популярностью данный комплекс, всегда его очень часто бронируют. Ну, исходя из того, что, действительно, в нём есть всё, почему бы и нет. Следующий отель, который также можно рекомендовать для отдыха с детками, это Club Animation Boric Falkenstein, немецкая сеть. Falkenstein. Да, недалеко от Задара расположен, 3 километра. Также работает на питание, всё включено, также есть небольшой аквапарк, то есть пару горок есть. То есть Хорватия в плюс идёт от Черногории по количеству горок, да? Ну, я вам хочу сказать, что это, в принципе, два отеля, которые вот в основном... А, в плюс закончился, да? Есть ещё в Дубровнике, в Alamar Club Дубровник. Это троечка, на всё включено работает, тоже ориентирован на семейный отдых, там есть и детская анимация, и также там есть горки. Ага, понятно. Это просто компания Ньюстребл выбрала удачный отель. Конечно, мы же предлагаем лучше. Соответственно, тоже вот... А, кстати, по СПА, здесь действительно хороший СПА-комплекс, процедуры есть. На первой береговой линии также расположены, тоже, в принципе, его любят за то, что всё включено, есть горки, да, то, что с детками удобно. И покормить, и попить постоянно, всё задать, и на горках покатать. А мороженое есть? Это самый популярный вопрос, а мороженое будет? Надо смотреть по описанию отеля, то есть уже детали на сайте, потому что отели из года в год, они, в принципе, эту услугу меняют. Да, 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 очень часто как бы... Далее мы перейдём к средней Далмации, там, где красивые мелкогалечные пляжи, там, где сосны растут практически на пляже. Вам зонтики не нужны, вы будете лежать под соснами. Уже тут сосна выросла. Да, да, пока вы лежали. Ну, быстренько. Очень красивые, действительно, там курорты, есть небольшие, такие как Брейла, Тучипи, Башковода, есть побольше, такой как Макарска, да, Макарска, то есть вот основной центр, скажем так, в средней Далмации, это Макарска, чего есть Макарская ривьера. Да, если брать в Брейле, есть замечательный, красивый пляж Пунта Рата, действительно, очень красивый, мелкогалечный, с соснами прямо на пляже. В Брейле мы предлагаем хорошую четвёрочку Саленеблюса, она года 2-3 назад была отремонтирована. На первой береговой линии расположена, тоже очень хороший спа-центр, такая достойная четвёрка, её можно рекомендовать и как для семейного отдыха, и как, в принципе, для молодёжного, но спокойного, без дискотек, потому что на этих курортах инфраструктура есть, то есть небольшие там магазины, там несколько ресторанов покушать, кафе, вот такое вот есть, но не более, не будет там больших каких-то торговых центров, дискотек, рынков больших, такого не будет. Ну, какое-то фруктовое, там 2-3 лавки, конечно же, будет, то есть фрукты вы сможете купить. А вино? А вино, конечно же, в магазине без проблем. И также там есть четвёрочка Бирулия Блюсан, немножечко проще, чем Салене, но с тем же тоже довольно-таки хорошее, также на первой береговой линии. Блюсан – это известная в Хорватии сеть отелей, в принципе, у них много отелей в Хорватии, особенно в Средней Далмации, и они довольно-таки хорошего уровня, если даже там номера как бы и не после самого там свежего ремонта, но с тем же сервис остаётся как бы на уровне. Питание всё равно там хорошее, вкусное. Следующий курорт – Тучепи, небольшой курорт, также с такими же пляжами красивыми, мелкогалечными, прозрачными водичками. Можно просто про всё говорить, да? Красивые пляжи, мелкая галька, шикарное море. Я вам сейчас просто покажу три отеля, запомните их. Вот, первый – Олега Блюсан, на первой линии, большой отель, с хорошими бассейнами, с сервисом, питанием, очень пользуется у нас популярностью среди туристов как раз для семейного тоже отдыха. Вся, в принципе, Средняя Далмация очень хорошая благодаря пляжам, благодаря воздуху для семейного отдыха. Да, да. Ну и только, конечно, Макарску мы в данном случае можем выделить для отдыха и молодёжного, потому что там есть дискотеки. И там можно предложить отели Макарска, Далмация, есть там ещё и Маритима, в принципе, там такие троечки, четвёрочки. Ну, то есть найти под любой вкус, в принципе, можно, да? Конечно. Под любой вкус, под любой бюджет. Я так понимаю, вид питания, потому что от завтраков до завтрак-ужин, завтрак-обед-ужин, all-inclusive, всё это есть. Ну, вот all-inclusive, в принципе, здесь уже не так часто встречается в Средней Далмации. То есть быстрее и больше, да? Нет? В принципе, да. Здесь у нас есть, но есть сагита, холода и вилочная, всё выключено, ещё несколько отелей. В принципе, есть несколько отелей, конечно, выбрать можно. Но я бы рекомендовала всё-таки ехать или завтрак, или завтрак-ужин. Я бы, достаточно. Даже если с ребёнком всё равно. Надо же пройтись, посмотреть, правильно, по сторонам себя показать, на людей посмотреть. Также Афродита Блю Сан, четвёрочка, тоже можно её предлагать. Тоже туристы могут её рассматривать как вариант отдыха. Это такая Блю Сан, это их сеть? Да, это их сеть. Да, она хорошая. И очень много отелей. И такое название красивое. И перейдём к ещё одной жемчужине, к Дубровнику. Ну, это да, это все жители бывшего Советского Союза знают Дубровник. Все. Ну, на самом деле, действительно, город очень красивый. Старый город с его улицами. Я бы рекомендовала лететь больше, очень популярный, конечно, в июле, в августе. Когда там тепло, когда прогрелось море. Но в это время много и туристов. Немножко есть такое очарование побродить по этому улицу, когда совсем мало туристов. В феврале. Нет, в сентябре, в октябре. Или в мае. Потому что в сезон там много туристов. Он очень популярный. Не только среди наших стран СНГ, но и со всей Европы. Тань, тогда вопрос сразу. Вот очень популярный Дубровник. Почему же третий год подряд с Украины не летает прямой рейс на Дубровник? В прошлом году у нас летал. Летал в прошлом? Ну, хорошо. В этом году почему ни у кого не летает Дубровник? Я вам хочу сказать, там отель не дешёвая. То есть экономическая выгода именно Тивата, если вы взяли... Там отели... Ну, возможно, там отели в Дубровнике не такие дешёвые. Поэтому всё равно он популярный. Но, скажем так, всё равно мы не смогли бы заполнять, например, целый самолёт или половину самолёта. То есть это реальная экономическая выгода, так как на Тиват в любом случае оператор загрузит. Ну, если полтора часа ехать, то это абсолютно несложно. Ну, два где-то, да. Но там, я так понимаю, что это будет какая-то мини-граница между Черногорией и Харматией. Я уже мало стала сказать, вы там пересекаете ещё и Боснию-Гортиговину. Но там зелёный коридор, да. То есть спокойно автобусы следуют, паспорта не проверяют, да? Или будет? Ну, проверяют, когда вы переезжаете с Черногории в Харматию. Потом, когда вы заезжаете на территорию Боснии-Гортиговины, там, по-моему, не проверяют, там идёт зелёный коридор. И дальше уже проверяют. Там нет задержанных, да? То, в принципе, они понимают, что это автобус едет с аэропорта, как бы, да? Задержанных нет. Чётко к ним, и вот они, you are welcome в Дубровник. Я хочу сказать, что очень сложно подтверждать сейчас на август месяц, на начало сентября отели в Дубровнике. Потому что популярные, повторюсь, не только у нас, но и в Европе тоже, да. Поэтому у многих отелей сейчас уже глубокий стоп, там, до 15 сентября. Глубокий стоп, дорогие твисты, это проданы номера в отеле. И то придут к нам операторы и говорят, глубокий стоп, репитеры. И сидим, не понимаем, о чём идёт речь. То есть места купили, отель занят. А отелей, кстати, очень много в Дубровнике хорошего уровня. В принципе, я остановлюсь. Ну вот, картинка. Ну, красота, кстати, очень похожа на Флоренцию. Если убрать гору, то это Флоренция. Да, 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 немножко есть. Эффект такой этой крыши, такого цвета. Не, ну красота, конечно. Да, там очень красивый город, прогуляться. Ой-ой-ой. Вот теперь уже это мини-будва снова. Кстати, в Дубровнике есть дискотеки, то есть, в принципе, для молодёжи можно посоветовать. Они найдут для себя развлечение и вечером побродить по этим же улицам. Ну, просто мне кажется, что это всё-таки Дубровник для более состоятельных клиентов. Да. Что там не будет 20-летней молодёжи, вот будет 30. Ну, в зависимости от того, конечно, золотая молодёжь 20-летняя тоже. Не, ну это понятно. Но там действительно и покушать, там будет дороже в ресторанчике. Да, немножко дороже. Ну, даже в ассоциациях так вот идёт, что Дубровник — это более высокого класса какой-то такой курорт. Ну, там есть, конечно, отели и 2, и 3 звезды, то есть, можно, конечно, полететь в более бюджетные варианты. Но и много отелей хорошего уровня. Вот, например, один из них — это Валамар Лакрама. Тоже очень хороший отель с хорошим ремонтом. Недалеко до моря 300 метров и до старого города около 20 метров. Как правило, отели расположены все не в самом старом городе, да, а это у нас или полуостров Лопут, или же Бабин Кук, или же это вообще Леслана, или Цавтат, или Млини. Это рядышком посёлки, которые расположены. В старом городе, в принципе, там нету отелей, и только есть там некоторые отели, которые ближайшие. У тебя отели, которые ближе к старому городу, они, соответственно, и не на первой береговой линии. Соответственно, необходимо будет до первой береговой линии, до моря дойти. И, о котором я вам говорила, Валамар Клаб Дубровник работает на всё включено, и отличный для семейного отдыха, потому что там есть немножко горки, да, есть анимация и первая береговая линия. И последняя у нас, в принципе, точка — это остров Брач. Хотелось бы на нём тоже немножко отдельно остановиться, потому что очень красивый остров с известным пляжем Златний Рад, да, который, кажется, что это песчаный пляж, на самом-то деле, это не песок, это мелкая галька. Это золото. Ну, Златний. Да. Также говорят, что он меняет свою форму в зависимости от того, как волны течения идут. То влево, то вправо. То есть он так вот нос поворачивается? Как хвостик, хвостиком, да. Ой, класс. Интересно. Кстати, на этом острове есть известный камень, скажем так, его там добывают и доставляют, как белый мрамор, он чем-то похож. Ну, вот у меня украшение — это оттуда. А ну-ка, ну-ка, поднимите, поднимите. Украшение, так. То есть вот это вот белый камушек. С какими-то прожилками. А, нет, это голубой с прожилками. Ну, голубой нет, белый, который. Ага, что он обозначает? У них это считается афродизиак. Они считают, что он манит и притягивает. И вот историю, которая произошла там, да, с Биллом Клинтоном и Моникой Левинским, они говорят, что это все благодаря этому камню, потому что Белый дом в США построен из этого камня. И очень много... Какие молодцы! Это все камень, Винова. Это хорваты. Моника и Билл вообще ни при чем. Танюш, я прерву тебя на одну секунду, потому что сейчас у нас 18.00 и, естественно, время для того, чтобы закончить наш аукцион. И мы его заканчиваем. Чуть позже скажу, кто победил, после того, как наши администраторы проверят правильность написания данных и правильность выставленных ставок. Продолжаем. И на острове Брач. Вот карта, да? То есть пляж золотой мыс. Секунду, секунду. Это мой скайп. Переведите, пожалуйста, на другой компьютер. Пляж золотой мыс. И рядышком там расположены известные отели Банака и Блюссан. И ЛФУ заборок Блюссан. Ага. Все Блюссан. Я понимаю. Хорваты это Блюссан. И также только уже дни возле этого пляжа, потому что это, скажем так, западная часть пляжа, где расположен этот пляж. Западная часть острова, где расположен этот пляж. А это уже с часа вечера, простите нас. Город Супитар, который ближе к Макарске. Ой, такое красивое название. Супитар, да. Здесь мы предлагаем Ватерман Супитара, Резорт Четверочка. Тоже на первой береговой линии, очень хорошего уровня. В принципе, не первый год работает отель и пользуется популярностью. По сервису он действительно на высоком уровне. Ну и номера было прям видно, что они красивые. Да, хорошие. И остановимся последнее на экскурсиях. Так как страна довольно-таки вытянутая из севера на юг, соответственно, у нас из разных регионов мы предлагаем разные экскурсии, потому что вы никак не сможете посетить из Дубровника, например, Плитвицкие озера. Это очень далеко по дороге, да? То есть ехать. Это где-то будет около 7 часов, 8. Но из Дубровника логично поехать в Черногорию, да? Черногорию, конечно, да. Если из Истрии. Это у нас архипелаг Бриони. Да, то, что я говорила, острова. Это куча островов. Также пула, вечерний ровень и морская прогулка. Морская прогулка, это стандартно. Из Далмации у нас сплиты Трагир. В сплите есть старый город, часть, и дворец Диоклетиана. Того римского. Да, там каждый час выходят римские охранники в этих своих одеяниях, и выходит Диоклетиан со своей женой, приветствуют АВЭ. Молодцы! И народ, который стоит на площади, кричит АВЭ. Очень интересно, такое пятиминутное представление, но с тем же всем интересно. Пять минут, но уже кажется, что ты перепил чего-то, да? Выходит Диоклетиан и говорит тебе что-то. Да. Также национальный парк Плитвицкие озера. То, что очень популярно среди туристов. То, что действительно, если вы отдыхаете в Средней Далмации, стоит посетить, потому что... Ну, ЮНЕСКО охраняет не все объекты, правильно? А если охраняет, то значит уже... То, что стоит охранять. Парк природы также Биокова с горой, да, гора Биокова. И Шибеник и водопады реки Кырка. Шибеник, это старый город, то есть старая часть, и водопады реки Кырка, тоже очень интересные, очень красивые. Кырка тоже очень красивые названия. Такое загадочное. Кырка. Из Дубровника предлагаем стандартный рассказ о Дубровнике, то есть, конечно же, надо рассказать историю города. Кто здесь был, что смотрели, что видели. Черногория и также острова, остров Локрум и остров Корчула, и экскурсии сады Среди Темноморья. А что за сады, что ты не в курсе? Какие сады? Там тоже экскурсии по побережью и по... Сейчас уточню. Уточню в своих файлах. По побережью там и по паркам. Ну, по паркам, кстати, я думаю, в Европе... Ну, исходя из того, что в Европе всегда они очень красивые, стоит ездить. Там вот так вот каждая травинка растет в одну сторону. Мне так это нравится. Вот парки в английском стиле, да, они же типа заброшенные. Ну, такое вот все такое старое. Старое, типа никто не трогал. А на самом деле ночью 145 там дворников кладут палочки, чтобы вот все казалось. А на самом деле все же там вот-вот-вот каждую травиночку подрезают. Вот мне очень нравится такой стиль парков. Потому что, ну, когда идешь по абсолютно чистому, то оно как-то, кажется, искусственно. А тут все сделали. Ну, то есть экскурсий тоже достаточно много. Да. Из Хорватии. У меня уже тоже 6 часов вечера. У меня в Хорватии и Черногория, в Черногории и Хорватия. Ну, похожие эти страны, в принципе, все равно. Отличаются, но есть у них определенное сходство. Адриатическое море общее, да. Конечно, да. Ну, вообще, мы не очень понятны. История действительно, знаешь, кементалитет. Почему именно Хорватии досталась такая большая береговая линия? Ну, это же как-то не очень справедливо. А про Боснинградцы, Григорий, он туда что может вообще сказать? Ну, вот да, почему? Там вообще километров 5-10. Вот Хорватия просто забрала все. Вот так вот выгнулась и забрала. Так исторически сложилось. Наверное, так нельзя говорить. Но все-таки, когда смотришь на карту, кажется, что обделили Боснию и Черногорию. Ну, как-то, ой, Боснию и Герцоговину. Вот как-то есть у меня такие сомнения. Танюшечка, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Приходите к нам еще. Я думаю, многое можно рассказать еще про Хорватию, Черногорию с точки зрения там концертных программ, дискотек, кто приезжает, какие фестивали. Потому что, ну, действительно, страны с богатой историей, находятся в центре Европы, лететь близко, никаких проблем. Нас любят, язык понятный, что еще нам нужно, да? И как туристам можно понимать, что это прекрасная альтернатива всеми нами любимой Турции и Египту, но в которых мы уже были по 12 раз. Иногда охота что-то попробовать и новое. Вот Черногория, Хорватия, это как раз этот вариант. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.